Ну, запасные дети у человека явно есть. Да. Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре Renault Duster. И хотелось бы сразу сказать, что сейчас эта машина очень популярна. Поэтому я надеюсь, что данный обзор будет для вас полезен. Если вы это смотрите обзор, то, скорее всего, вы присматриваетесь к этой машине. И я постараюсь этот обзор сделать максимально полным, для того, чтобы, посмотрев его, вы поняли, нужна такая вам машина или нет. Потому что, действительно, за ее деньги мало что можно взять из альтернатив. Поехали! Начнем с внешнего вида данной машины. Справедливость ради, надо сказать, смотря все рекламные ролики с Renault Duster, в общем-то, я не видел ни одного рекламного ролика, где бы нормально показали прямо всю машину, ну, как бы больше, чем 2-3 секунды. Мне кажется, связано это с тем, что, мягко говоря, спорный дизайн. В общем, если вот так внешне посмотреть на машину, то такое ощущение, что ее буквально слепили из того, что было, а потом, что было, то пытаются нам продать за 20 тысяч долларов. Ну, строго говоря, максимальная комплектация она стоит 24 тысячи долларов. Минимальная, самая простая комплектация обойдется примерно в 14-15 тысяч долларов. Я не могу говорить в рублях, потому что цены постоянно меняются. Так будет, наверное, более правильно для всех зрителей, которые меня будут смотреть. Вот, и что же нам пытаются продать? Ну, чисто внешне я, конечно, могу очень долго хаять эту машину, но давайте, опять же, оставим это на совести дизайнеров, на совести каких-нибудь там, я не знаю, авторитетных жюри. Вот, действительно, что очень серьезно есть проблема, именно по аэродинамике этой машины, то, что если вы едете по пыли, переднее колесо у нас пыль подымает, и вся эта пыль благополучно оседает на заднем крыле. То есть, все это остается здесь. Очень сильно пылится здесь машина, страшно, буквально закидывает грязью заднее стекло. То есть, здесь все буквально будет в пыли. И вообще, когда эту машину позиционируют, ее говорят, что это, вот, как же это рекламный ролик? Раньше, мол, бездорожье было доступно избранным, теперь оно, мол, доступно всем. Это нифига не так. Это легковая машина повышенной проходимости. Не больше и не меньше. Сев на эту машину и уехав куда-нибудь в Говны, вы застрянете примерно там же, если у вас передний привод, где застревает Логан. Если у вас полный привод, вы уедете чуть-чуть дальше Логана, и в итоге вас приедет вытаскивать что-нибудь более приспособленное для бездорожья, ну, та же Шевинила, допустим. Ну, у машин есть действительно ряд плюсов. То есть, да, ее минусы, это, скажем так, не самая лучшая аэродинамика. Очень есть конструктивные такие особенности, которые постоянно будут у вас взяты от машины грязные. Наибольшее количество нареканий, и это действительно серьезная очень проблема, возникает к качеству покраски данной машины. Дело в том, что покрашена она не очень хорошо, в связи с чем? В нижних стыках, вот здесь вот, где нет порога, где вот показали четко, что ты вот недоплатил, да, то есть, что у тебя дешевая машина, здесь обычно у всех порожки, вот такие накладки такие красивые, здесь их нету, возникает коррозия здесь, возникает коррозия везде, где только можно, резиновые уплотнители дешевые, при хорошей, при, скажем так, сильной жаре, они могут у вас прилипнуть к двери и открыться вместе с дверью, то есть, они отсюда могут сняться, остаться на двери. В общем-то, это, конечно, не сильно напрягает, но лучше, конечно, их чем-нибудь промазывать, типа того же самой силиконовой смазки. Но самая большая проблема у этой машины, которая встречается, слава богу, не у всех, является гарантийным случаем, это проблема с крышей. И здесь ситуация заключается в чем? Именно зимой, когда дается мороз, естественно, весь этот металл, он сжимается, он в любом случае немножко сжимается, но именно у платформы B0, это приводит к тому, что по крыше начинают идти волны. Это не сразу заметно, и обязательно нужно смотреть это у машины, которая берется на второнаричном рынке, чтобы по крыше не было волн. Если, не дай бог, они там появляются, езжайте к Дейеру, это их косяк. Если машина на гарантии, обязательно, чтобы они выровняли крышу и перекрасили ее. Это вот именно такой прикол, то, что именно сочетание зимы и того, что это типа внедорожник, и на нем можно ездить по бордюрам, приводит к тому, что крыша у нас идет волнами. Вторая проблема, которая встречается чаще, чем вот эта вот волнистая крыша, она, в общем-то, следствия той же самой причины, опять же, чаще всего вылазит зимой, это то, что на крыше лопается краска. Обязательно тоже надо это смотреть. Очень часто встречается. Опять же, является вроде бы как гарантийным случаем, потому что, ну, по идее, вроде как по крыше, ну, ничего нельзя сделать такого, чтобы начала лопаться краска. Тем не менее, она лопается здесь буквально везде, где только можно. Самая большая вот листь металла, это крыша, безусловно, но из-за того, что машина покрашена не очень хорошо, но, действительно, коррозия по мелким стыкам, по всему, она из-будет буквально постоянно. Следующая проблема. Если вы обладатель Duster, то рано или поздно у вас вода начинает литься вот прямо вот здесь, вот конкретно вот здесь. То есть, она, по сути, да, она в салоне затечет, потому что здесь есть резиновые уплотнители, но именно это место, вот эти вот сами дверные петли, проводка, которая идет у вас к стеклоподъемникам, к центральному замку, вся эта фигня будет постоянно в воде. Вроде как считается, что это тоже гарантийный случай, потому что водостоки штатные забиваются, листвой и прочими радостями осенней погоды, и вот эта вода начинает литься сюда. Опять же, если машина на гарантии, и вы это заметили, сразу идете к дилеру. Если не на гарантии, ну, в общем-то, она легко устраняет своими руками, надо просто почистить штатные стоки, которые у нас здесь есть под капотом. Следующая проблема. При этой зимней эксплуатации запотевающие передние фары. Причем они запотевают очень коварно. Получается, как? То есть зимой по-любому, так или иначе, в фарах всегда будет влага. Это нормально. Но ненормально, когда оно у вас закрывает полностью фару, вы получаете фары зимой, допустим, ну, еще утро, еще темно, вы ее включили после ночной стоянки, у вас это все начинает внутри потеть, разогревается, вы фары выключаете, оно внутри покрывается инеем. То есть, если вы, допустим, зимой протерли фару, она оказывается внутри у вас покрыта льдом, не удивляйтесь. Это абсолютно нормальная ситуация. Лечится она, как правило, прочистка стандартных водостоков, как бы, ну, там есть специальные влагоотводители, сзади, там еще резиновые такие колпачки на ней стоят. В общем-то, скорее всего, либо они забились, либо сами эти резиновые колпачки каким-то образом перестали выполнять свою функциональную обязанность. То есть, они должны быть как трубочки, но они перестают быть трубочками. В общем-то, в случае тоже гарантийный, даже иногда меняют оптику в сборе. И вообще вылезает это, как правило, именно зимой опять же. Опять же, прикол от зимней эксплуатации. Вообще, по технижке, по техрегламенту, фильтр здесь должен меняться перед, ну как, он раз в год должен меняться, но я рекомендую делать это перед зимой, как воздушный фильтр двигателя, так и салонный фильтр. Если воздушный фильтр двигателя, не поменяв, у тебя сразу возрастает расход, и поэтому ты вынужден пойти его и поменять, то воздушный фильтр салона ты можешь вообще не менять годами. И в итоге, года так через два, у тебя зимой в салоне будет дубр, страшный дубр, потому что не хватает печки, мощности для того, чтобы, в общем-то, вытянуть воздух снаружи, прогнать его, через радиатор и печь и дать в салон. Поэтому, если у вас в Duster холодно, прям очень холодно, первое, что делаете, это менять воздушный фильтр, который идет в салонный. Настоятельно рекомендую. Еще одна проблема, она, вы ее можете даже не замечать, это выплескивание жидкости из бачка омывателя под капотом. Встречается, слава богу, не часто. И лечится она либо заменой самой крышки, которую закрывают у вас большого омывателя, либо вырезаете из шины какой-нибудь резиновый уплотнитель, закрываете ее, у вас, в общем-то, эта проблема устраняется. Другой вопрос, почему она, в принципе, возникла. То есть, я не знаю, где нужно клепать эти закрывашки, чтобы они, в общем-то, не держали воду. Не знаю, в общем-то, странная действительно проблема, но тем не менее она ее почему-то жалуется. Потихоньку перебираемся к салону. Кстати, крышечка, она не гарантийный случай, естественно. Вот, отметить хочу не очень удобные ручки, но дело вкуса, конечно, но мне не нравится. Мне такое ощущение, что она такая хлипненькая. Ну, вроде как, пока что жива, значит, вроде все нормально. Крышечка предохранителей. Многие жалуются на то, что она здесь отпадывает. Здесь конкретно я вижу, что она вроде как добротно стоит и надеюсь, что с ней таких проблем никогда не возникнет. Не открывали практически. Здесь запасные можно здесь разместить. Да, это хорошо, что здесь есть запасные. Кстати, вообще-то знаешь, вот сами предохранители находятся удобно. То есть, их удобно менять здесь даже вот достаточно большими моими пальцами. Не надо ничего там особо подцеплять. То есть, я могу их поменять даже не используя вот этот вот штатный щуп, который здесь есть. Но, тем не менее, вот крышечка предохранителей это одна из тех проблем, которые очень часто встречаются. Вроде как говорят, даже у машин по гарантии ее даже меняли. Не знаю, с вами сталкивался. Эта машина построена на платформе реношной ниссановской B0. В Википедии у нас ошибка. Говорят, что, мол, жук построен на той же самой платформе. Это не так. Жук построен на платформе BV. Это совершенно другая платформа. Значительно улучшили там крепкость кузова на скручивание. То есть, кузов стал добротнее, кузов стал более крепким. Здесь все еще та же платформа B0, с которой знакома всем логоноводам. И отсюда же все плюсы и все минусы, которые встречались на Логане. Ну, начнем с плюсов. Это практически неубиваемая ходовка. Спереди у нас стандартный Макферсон, который знаком буквально всем. Он действительно очень хорош, он неубиваем. Основным аргументом вспорим реноводов, логоноводов и тазоводов, особенно тех, кто его на приори, на 12-шке, на 14-й модели. То, что на тазу ходовка сама по себе, она неплоха, но она ремонтируется чаще, намного чаще, чем это ремонтируется у Рено. У Рено она поистине неубиваемая. И, конечно, каждая рекламная или рекламный их посыл, он говорит о том, что у нас ходовка надежна. И это действительно так. По экспресс-тесту авторевью эта машина стала самой дешевой в обслужке в первые, грубо говоря, у них это жесткий тест. В общем, она стала самой выгодной, потому что помимо того, что делали частые ТО, в общем-то, так серьезно ничего в ходовке не меняли. И, безусловно, покупая эту машину, особенно с нуля, это будет огромным-огромным плюсом. Сзади у нас, в зависимости от двигателя, конкретно здесь у нас двигатель 1.6, передний привод, соответственно, у нас стоит полузависимая балка. Если взять полный привод, то там ходовка немножко сзади другая, что не мешает ей быть такой же неубиваемой. В принципе, по ходовке у этой машины нареканий нет. Вау, торсионы. Это плюс, да, согласен. Под капотом у нас стоит в данной комплектации двигатель 1.6, 16-клапанный, которого для этого кузова, ну, скажем так, впритык хватает. В принципе, я не скажу, что он плохой двигатель, наоборот, он, в принципе, неплохой. Более того, в отличие от той же самой Priora, он у нас потребляет, в принципе, спокойно 92-й бензин и переваривает его. Двигатель достаточно старый, архаичный, и это плюс, потому что этот двигатель, в общем-то, родом из того времени, когда на машинах еще не экономили, когда главное было максимально продлить их ресурс. И что двигатель 1.6, что двигатель 2 литра, в принципе, к ним особых нареканий нет. Они ходят, они, в общем-то, в них заливаешь масло, меняешь его, заливаешь бензин и, в общем-то, особых проблем он не доставляет. А вот 2-х литровый двигатель подкидывает на очень неприятный момент. Подшипник генератора, сам генератор у нас находится внизу, он очень часто гудит, особенно часто он гудит после первой замены ГРМ. А связано, наверное, ну, на мой взгляд, это с не очень качественными подшипниками, сложно сказать из-за чего, но этот гулан будет вас просто преследовать. В принципе, через какое-то время к нему привыкаешь как к звуку двигателя, надо сказать, что сейчас у этой конкретной машины пробег 60 тысяч и особых нареканий по работе двигателя, по его шумности, в общем-то, нет. Тут же реклама, естественно, это же французы, надо лить моторное масло именно Эльф. В общем-то, можно на эту рекомендацию забить. Самое главное, лить моторное масло нужной нам вязкости. Что касается бренда Эльф, ну, нравится ли эти, господи, в чем проблема? И вот еще показано, что ты, дебил, не суй сюда кэшер и вообще не поливай двигатель из кэшера, что, глядя на катушки зажигания, глядя на свечные провода, по ней, в общем-то, становится понятно, почему. А вот, как сегенератор, вот он виден. Дело в том, что действительно очень часто, ну, строго говоря, это не проблема Рено, это проблема любой мойки двигателя, после мойки двигателя машина бывает не заводится. Связано это с тем, что генератор, вы видите здесь, он очень хорошо открыт, туда попадает вода, кстати, что плюс, действительно плюс, это то, что генератор сравнительно высоко находится, то есть его максимально подняли вверх, тут выше него только гур, его заливает вода и, в общем-то, пока он не высохнет, вы никуда нафиг не поедете. Бить панику не надо, открывайте капот, сушитесь, а если вас какой-то черт делал помыть двигатель зимой, ну, что ж, оставляйте машину с угробиком до лета и ждите, пока он высохнет. В общем-то, больше здесь особо говорить нечего. Если вы хотите автомат, то вам однозначно впихнут вместе с ним двухлитровый двигатель, вам очень часто бывает то, что впихивают с автоматом еще и полный привод, в зависимости от комплектации. Вообще, с комплектациями, как я сказал, здесь все достаточно размыто, то есть, самая дешевая комплектация стоит в пределах 15 тысяч, самая дорогая в пределах 24 тысяч. Разбег очень большой, и действительно, придя в салон, а приходите вы в салон именно потому, что вы увидели в рекламе, что эта машина стоит 14 тысяч долларов, вы хотите купить машину, которая стоит 14 тысяч долларов. Но оказывается, это, ну, скажем так, не самое лучшее, то, что вы хотели вообще, в принципе, от машины. Минимальная комплектация из ништяков у вас практически нифига не будет, вам продадут самые дешманские штампованные диски, здесь хорошие еще диски стоят по сравнению с теми, которые стандартно попытаются впихнуть. А самое главное, на эту самую дешманскую за эти деньги, в общем-то, 14 штук можно достаточно выгодно вложить, даже если вы их тупо на депозит положите, через полтора года это уже будет 16 тысяч, и это значит, что вы можете себе взять комплектацию побольше и получше. Но с вас-то деньги возьмут сразу. Ну, в общем, маркетинг, он такой маркетинг, но мне очень понравился торсион, ты знаешь, действительно приятно в той же Гранте, ну, конечно, Гранта дешевая машина, но такой хороший. С торсионами, кстати, будут проблемы лет через пять, они, естественно, у нас выйдут из строя, но, в принципе, он здесь один, и стоить он будет недорого, поэтому таких серьезных проблем я бы здесь не строил. Опять же, тест авторевью, они там, в общем-то, разогнали машинку до 15 км в час и влепили ее в стенку. Очень, ну, про кроштест, конечно, хотелось бы отдельно поговорить, но, что мне не понравилось, что мне очень не понравилось, то, что у них где-то здесь был датчик системы элемента кондиционирования, вот там вот видно, трубка уходит сюда, и там есть испаритель, он непосредственно вот где-то за фарой, ну, ниже фары стоит. И, в общем, эта система, получается, что кондиционер пострадал при лобовом ударе, причем недостаточно таком мягком лобовом ударе, так что, конечно, это, я считаю, большим минусом. Конструктивно же все просто, действительно, все просто, ну, не знаю, молодцы вот в этом отношении с платформой B0, да, она для развивающихся рынков, и они знали, что продают, в принципе, действительно машина неплоха. Еще из стандартного оснащения огромным плюсом является защита картера сразу стальная, то есть люди понимали, что люди будут ездить на этой машине по не самым лучшим в мире дорогам, а зимой, вот, кстати, самая несланная комплектация, снимай, пожалуйста, не крашены бампера, чувак заплатил 400 штук за эту машину, кстати, где-то он уже на дыбл вот такие диски у тебя, вот, понимали, инженеры Рено, что это будет, машина ездить не по самым лучшим дорогам, зимой ей придется, действительно, тяжко, то есть человек-то будет думать, что у него джип, соответственно, он будет лезть в самую глубокую колью, там, где остальные легковушки будут разворачиваться, и, естественно, он будет везде цеплять днищем, и здесь вот защита, она, конечно, как нельзя, кстати, она позволяет кататься, как на санках, в принципе, пока все четыре колеса у вас на, ну, могут доставать, скажем так, более-менее твердой поверхности, по которой можно ехать, машина будет ехать, это, конечно, тоже большой плюс. Теперь, что касается еще одного плюса, это багажник. Багажник здесь, вот, в этом положении, в котором сейчас, он 400, ну, почти что 480 литров, вообще, говорить про его объем как-то достаточно сложно, потому что, опять же, зависит от комплектации, если у вас полный привод, полочка будет, вот эта вот нижняя полочка, она будет немножко выше, за счет того, что здесь внизу будет кардан, соответственно, полочка будет немножко выше, ну, и, соответственно, как бы на литраже, это немножко у нас сыграет, скажем так, в минус. Но, в целом, багажник действительно достаточно большой. К сожалению, за это пришлось заплатить горькую цену. У задних пассажиров не очень много места, но к задним пассажирам мы еще подойдем немножко поподробнее, попозже. Что касается вот этой вот шторки, лютый фейл, в общем, она никуда у вас здесь, она сейчас, не так, легко, как раз здесь снимается, как тут до этого ее, легко одной рукой снял, она никуда тут не сворачивается, то есть, если вам не нравится, что у вас здесь шторка, ее можно вот в это положение положить, в котором она, в общем-то, у вас и будет жить. Я не вижу, на самом деле, особых причин для того, чтобы это делать, потому что она очень высоко находится, она, в принципе, прекрасно все закрывает, и, ну, в общем, мало что из стандартных таких вещей, типа съездить в магазин, можно положить так, чтобы закрыть вот весь вот этот вот достаточно большой объем. Шторка у нас достаточно легко при этом ликвидируется, но вот то, что она не сворачивается, ну, я не знаю, ну, в принципе, для пикников, наверное, удобно, подстерил под задницу, досел на травку, а так, ни одного вменяемого объяснения, почему это именно так, я не вижу. Ну, да ладно. В конце концов, всего лишь за эту машину в салоне когда-то заплатили 20 тысяч долларов. Подумаешь, шторка тут не сворачивается. Типа столика здесь, да, бутылку кукукова ставить. Не, ну, я не знаю. Знаешь, у меня есть такое ощущение, что где-то есть подвох в этой ситуации, по-моему, это с какой-то другой машины вообще. И сюда ее влепили, потому что она сюда, ну, как, ну, видимо, ну, как уже все делается, реноз, она не клепает такие шторки, она их заказала когда-то миллионов 20, и вот теперь его все машины будет пихать, пока она у нее на склады не кончится. Ну, ладно. По багажнику еще, здесь это у нас передний привод, это значит, что запаска у вас будет предательски спрятана внизу. Для того, чтобы ее оттуда достать, нужно открутить вот этот вот болт, после которого запаска очень весела, а запаска никогда не будет у вас чистой, она очень весело упадет вниз с таким характерным звуком, и вы будете, как дебила, ее оттуда выковыривать. с другой стороны, это плюс, потому что, если уж, ну, на что-то вы такое совсем задом, допустим, сдавая, не заметили какой-нибудь валун, и он у вас как раз вот прошел вот в этом месте немножко покоться в бампер, в принципе, следующим низкой частью вы ударитесь именно запаской. К сожалению, запаска там защищена какой-то пластиковой фигней, и почему-то покрашена в синий цвет, но пластиковую фигню вы потеряете, а запаской, в принципе, упрочить, если серьезных каких-то проблем с нищим, у вас, наверное, не будет. Удобно, надо же, вот это вот удобно, да, вот это я согласен, это удобно. К сожалению, надо иметь дополнительный сустав в руке, чтобы это закрыть, действительно так это предполагалось, но, в принципе, нормально закрылось. Сидение заднее можно разложить и получить какое-то феерическое количество объема, никогда его на самом деле не меряет. Кстати, вот такой вот косяк здесь есть, если ты ремень не оттянул, вот так вот, когда будешь назад ее поставить, то ты не защёлкнешь этот крючок. И давай тут тогда тоже опустим, для того, чтобы оценить коммерческие возможности, пусть не опустится. Как он? Вон он отпускается, все нормально, не пугай меня. О, твою мать! Ещё на дверь надо нажать. Короче, здесь надо втроём его снимать, я так понимаю. Во, наконец-то мы получили более-менее ровный пол. Да, для того, чтобы его получить полностью ровным, конечно, нужно снимать по-хорошему всю дужку. Надо заметить, что в разложенном состоянии этот багажник, за исключением такого мелкого косяка, как не совсем ровный пол, в общем-то, багажник доставляет, то есть, при желании здесь можно даже диванчик перевезти. Ну, а такие мелочи, как холодильник, ну, такой не сильно большой, а что-нибудь ещё, безусловно, тоже залезу. Теперь это нужно всё назад собрать. Твою мать, здесь её ещё опустишь. А как? ладно, снять её можно, да, потому что ты должен нажимать кнопки, когда ты вставляешь. Нет, я уже вставил, вечер не опускается. Нет, надо держать кнопки. А как? Нет, подожди, вот, 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 смотри. Вот, давай я нажимаю. Вот я нажимаю на неё. Замечательно, вот ты один. Что ты будешь делать? Вот ты один. Давай я сделаю так, чтобы по чесноку, чтобы я один, это пытался опустить каким-то образом. вот, нормалёк, использую голову по назначению, я в неё и ем. Подожди, мне понравилась эта Камасутра. В общем-то, действительно, тут надо подумать перед тем, как это сделать. А ещё ты видел, да, вот эти испаринские размеры? Вот явно у инженера, который это делал, мечта просто вот такой вот иметь, вот, мечта в него вот иметь вот такой вот длины. Нахрена? Они даже, вот, резьба досюда. Ну, чтобы шею не сломал, он так одехер шея ломается при ударе сзади. Зачем? Задний ряд. Кстати, не сказал я ещё, что здесь очень неудобная ручка открывания дверей. Вроде бы, я сижу сейчас здесь нормально. Вроде бы. но по факту вот это вот сидение, оно отодвинуто далеко не до самого конца. В принципе, как ни странно, посадка мне нравится. С другой стороны, отсутствие вменяемой боковой поддержки и полное её как таковое отсутствие, также подлокотника здесь нету, сделает поездку на по-настоящему далекое расстояние, ну, таким, не сильно удобным. Хотя, ну да, немножко некомфортно, но особых нареканий за эти деньги, я думаю, быть не может. Хотя бы, какие эти деньги? 24 тысячи долларов. В том же жуке. Посмотрим. Другой вопрос задних рядов, действительно, проблема заднего ряда заключается в том, что если у вас ребёнок, если вы посадили его в детское кресло и он у вас вырос, но он всё ещё сидит в детском кресле, то он сюда уже не сядет. Всё. То есть, к сожалению, тут надо принимать очень тяжёлое для себя решение, либо максимально отодвигать вот это сидение вперёд, либо ребёнка садить вперёд и отодвигать максимально назад. И то, и другое сделать фактически машину трёхместной. То есть, из-за ребёнка она у вас фактически станет трёхместной, к сожалению. То есть, потому что ни за ребёнком, ни перед ним сидеть будет категорически невозможно. Иначе, иначе более-менее длинные ноги они сюда не будут влезать. И ещё одна проблема. Когда ребёнок садит лицом по направлению движения, он обязательно будет фигачить своими ногами по вот этой вот спинке. Поэтому садите его хотя бы не за себя. И, кстати, здесь очень мягко. То есть, это каждый его удар будет чувствительно отзываться на ваших почках, потому что здесь, ну реально, из чего это сделано? Вот она, пружина, я её чувствую, она одна единственная и всё, тут ничего больше нет. Тут такая вот пружина здесь и всё. То есть, сидение, конечно, дешманские до ужаса. Но, выглядит и неплохо. Да, боковая поддержка даже есть. Ну, такое двоякое ощущение. То есть, ну, имейте в виду, в общем, что места здесь сзади не очень много. Но больше, чем в том же самой, допустим, Гранте. Да, здесь действительно действительно больше и сидеть удобнее, потому что спосадка, она такая же, вертикальная и ноги здесь более нормально себя чувствуют за счёт того, что вот подпорка под них есть. То есть, в принципе, именно по глубине посадки всё хорошо, надо мной много места над головой. То есть, в принципе, здесь тоже особых навеканий быть не может. Потолок такой же, из такого же материала, как в Гранте, и тоже заботливо прилеплён на клипсы. Но у него у вас не отвалится, как в той же самой A priori. Но в целом, в целом, достаточно комфортно себя здесь чувствуешь. То есть, я думаю, будет хуже, честно. Отзывы почитал, там что-то люди говорят, что вообще здесь всё плохо. Нет, в принципе, терпимо. По салону, что хочется отметить. В общем-то, здесь он очень похож на то, что мы имели в Логане. те же самые знакомые нам дефлекторы. В общем-то, они же и в Гранте. По положению руки очень сильно не хватает здесь вот какого-нибудь подлокотничка. Вот в Гранте хозяин молодец, он его сюда прилепил. Регулировка крутилки старые, добротные. Господи, всего тут максимальная комплектация стоит до 24 тысячи. Конечно, можете покрутить руками. Нарекания сразу по салону идёт. Это царапающаяся вот эта вот панелька. То есть, здесь она, слава Богу, в хорошем состоянии. Пока что плохо, конечно, видно. Света не очень много. Но вот именно вот этот гладкий пластик, он очень подвержен царапинам и сильно ухудшает внешний вид. То есть, сейчас всё смотрится добротно, смотрится красиво. Любая небольшая движение ключом и всё, здесь достаточно большая царапина. крутилки неудобные. Они смотрятся клёво, но когда к ним прикасаешься, во-первых, они слишком маленькие, а во-вторых, у них нету положения того, куда, в общем-то, дует воздух, с какой скоростью. То, что спечка шумная, в общем-то, как бы, у них у всех такая проблема. Здесь есть кондиционер, здесь есть подогрева сиденья. Есть, да? Знаешь, если бы даже я действительно щупал, то я боюсь, мне пришлось бы открыть дверь. То есть, для того, чтобы хочешь включить подогрев сиденья, а вот оно, да, нет, по-любому, тут очень-очень неудобно, то есть, ну, дело, видимо, привычки, но, когда ты знаешь, едешь, где, почувствовал, что у тебя задница начала мерзнуть, как-то вот здесь вот, едешь, едешь, и тебе как будто надо по сигнале, то есть, у тебя тяжелый выбор, либо все-таки задницу согреть, либо нажать на сигнал. сигнал такой ощущение, как будто вот прям вот здесь вот стоит, вот конкретно вот он прям здесь вот прилеплен, он как будто тебе в уху вот влево и конкретно долбит, я в общем-то понял, почему теперь эту кнопку убрали, чтобы вообще нахер ее не трогали, ты был прав, что сигнал настолько противный. Вот эта, кстати, кнопка, это лютый фейл с точки зрения эргономики, всего, что только можно себе представить, потому что, опять же, ну, представим такую не очень хорошую ситуацию, вы едете, какая-то аварийная ситуация, и у вас опять же тяжелый выбор, либо надо максимально крутить руль, чтобы избежать этой ситуации, либо надо будет сигналить и пытаться как-то одной рукой что-то сделать. Одной рукой крутить руль нельзя в экстренной ситуации, категорически нельзя, поэтому здесь это, безусловно, просто, ну, наилютейший фейл, я считаю, что это просто двойка, на самом деле, во многих Ренот сейчас это сделает, но вроде в рестайлинге, как начали переносить, наконец-таки, это на руль, услышали, что называется, миллионы машин продали, и вот, наконец-таки, после миллиона проданных машин, они поняли, что здесь сигнал быть не должен. Молодцы. Ну, что могу сказать? 21 век мы говорим. Так, все день отодвигается. Ого! Я бы там точно не сел. Ну, правда, справедливости ради надо сказать, что и надо мной столько места, и вот, целая рука влазит, и сейчас у меня ноги так далеко находятся от сцепления, что мне надо поддвигаться вперед. Это вторая машина в моей жизни, всего вторая, где мне пришлось пододвинуться вперед, не будучи на максимальном расстоянии от задних пассажиров. Даже на CR-V, я отодвигаюсь максимально, кстати, на CR-V посадка совершенно другая, там она более удобная, здесь сиденье к сиденьям, сиденьям здесь мне нравится просто категорически. Но в целом, вот, это смотрится приятно. Пластик такой же, как на Гранте, правда, шумоизоляция немножко лучше. Может быть, из-за конструктивных особенностей. Приятная панель, с такой вот желтой подсветкой. В общем-то, панели приборов особых нареканий нет, читаемость приборов хорошая, но, если вы включаете поворотник, вот этот вот непонятный писк, ну, понятно, реле далеко, в принципе, ничего страшного нет, потому что этот писк существует, но вы не понимаете, в какую сторону вы включили поворотник. То есть, бывает, иногда по запарке поворотник включаешь, и, в общем-то, видно, что он работает, хорошо видно, но непонятно, куда именно вы его включили. Мелочь, конечно, тем не менее, аварийка находится, ну, ее так сразу не найдешь, но, когда найдешь, в принципе, находится удобно. Надо было, когда ты обзор делал, включить. А, то есть, загорелись, видишь, они все. Такая ситуация, да? Ну, извините, да, вот я, оказывается, не знал, что только ночью здесь можно понять, в общем-то, куда что дует и на каком положении работает. Оказывается, да, эта машина, короче, для ночных волков, то есть, это не для обычных людей. Или надо, по крайней мере, габариты включить. Да, ну, да, конечно. А ты думаешь, днем это при ярком свете будет видно? Я сильно сомневаюсь, что это будет днем при ярком свете видно. Блин, я, ты знаешь, такое смешанное ощущение еще ни разу в жизни не испытывал. Вот вроде бы, да, вот все нормально, ну, блин, где-нибудь везде, да, вот что-нибудь, какой-нибудь косяк, да, вылезет. То есть, вроде подголовнички есть, и хорошо, да, за дополнительно заплатили дополнительно 50 баксов, центральный, который, нафиг, не нужен. Вот, ну, блин, их хрен снимешь. Вроде бы, сел нормально, здесь все хорошо, да, в принципе, симпатично, но сидишь, как я не знаю, в чем, то есть, в офисном кресле, самым дешевым, здесь сидишь, с большим комфортом. То есть, как-то вот все это очень-очень странно выглядит. Это второе место для пепельницы, это не подстаканник, потому что здесь невозможно поставить ни один вменяемый стакан. Во-первых, он сюда не влезет, во-вторых, он отсюда улетит, обязательно улетит. Чтобы сюда не поставили, это будет однозначно везде, но не в подстаканнике, то есть, это будет разлито по этой панели, оно будет у вас на ногах, оно будет разлито в салону, бутылка будет обязательно предательский, как в фильмах ужасов показывают, то, что бутылка там под тормоз обязательно закатывается. Вот эта фигня, это обязательно вас ожидает, если вы сюда что-нибудь поставите. Поэтому, ну, я бы не знаю, я бы сюда просто вот еще бы одну пепельницу купил бы сюда поставил, и пускай бы не лучше так стояли в хламосборниках, потому что это лютейший фейл. Реальный подстаканник, он вот он, только задние пассажиры имеют право что-то пить в этой машине. Все, потому что ты сам не можешь, ну, нет такого положения удобного руки, чтобы отсюда что-то брать, пить и потом это спокойно забирать. Знаешь, в чем гняне вот этой ситуации с вот этими вот типа для электростеклоподъемников для задних пассажиров? Они их найдут, если люди курящие, то они как? Можно закурить, да? Стандартная ситуация. Он закуривает, он начинает курить, он думает, что это пепельница. Скидывает туда пепел, а потом у него поджидает такой суровый вердикт, что для того, чтобы открыть стекло, ты, в общем-то, должен именно туда же, куда ты забычковал свой последний окурок, именно туда ты должен лезть пальцем, окурок, естественно, горячий, маты на всю машину. Опять же, привет от кондиционера. Течь конденсата кондиционера в салон. То есть, если вы увидели, что у вас под ногами либо у вашего пассажира образуется лужа, которая неизвестна, откуда возникает, то это, скорее всего, течь конденсата кондиционера. Говорят, проблема вроде как лечится по гарантии, ну, сказать за это сто процентов не могу. К счастью, ну, пока что вот этих всех проблем, ну, да, вот этого всего, вот этого всего и в этой машине нету, что очень хорошо для тех людей, которые будут смотреть, наверное, этот обзор, потому что, ну, действительно, ну, как бы не каждая машина сталкивается с этими проблемами, а здесь пробег уже 60 тысяч. То есть, я считаю, за два года это достаточно большой пробег, и уж точно что-нибудь, особенно учитывая то, что здесь, пользуясь тем же кондиционером, должно было уже вылезти. Следующая проблема, она связана с, не очень удобно, ты знаешь, ключ зажигания, вообще неудобно. Ну, дело привычки, конечно, я понимаю, что к этому можно привыкнуть, человек вообще, в принципе, может к чему, к чему угодно привыкнуть. Хотя, с другой стороны, знаешь, это хорошо, вот, не дай бог какая-то проблема на дороге возникла, вот, херу себе этот ключ этот заберут, практически невозможно его быстро вырвать. Эта проблема заключается в некорректном показании уровня топлива, который у тебя остался. Проблема, в общем-то, в баке, там у нас находится этот поплывок, который с этим работает. Проблема может быть вылечена штатно, каким образом? То есть, вы должны включить зажигание, нажать на кнопку сброса одометра, держать ее, выключить зажигание, опять его включить и держать до тех пор, пока у вас не начнет мигать здесь индикационная панелька. Когда она у вас перестала мигать, вы ее отпускаете и, соответственно, у вас компьютер откалибровывается заново. Если это вам не помогло, то есть, потом, когда вы съездили, допустим, на заправку, полностью заправились, если это вам не помогло, ну, соответственно, тогда вам придется ехать к официальному дилеру, скорее всего, у проблем в поплывке. На полном приводе, на автомате, самопроизвольное отключение 4WD. То есть, у вас бывает такое, что машина сама по себе с этого блока вас скидывает. Проблема чисто в электронике, то есть, если у вас эта проблема, не дай бог, вылезла, не езжайте к официальному дилеру, говорите, чтобы они вам перепрошили мозг, потому что это чисто проблема в блоке управления вашим компьютером. Именно она отключает почему-то эту кнопочку. Почему она не отключает, сказать сложно. Может быть, для того, чтобы, если вдруг вы забыли, слишком долго ездить, не знаю, у меня логического объяснения этому нету. Будем считать, что это просто конструктивный недочет и как-нибудь с этим смиримся. На ходу машина оставила тоже двоякое впечатление. С одной стороны, сама машина ехала хорошо. Ходовка прекрасно отрабатывала мелкие ямы и, как говорят владельцы дастеров, даже на бездорожье она чувствует себя достаточно уверенно. Так, например, на просылочных дорогах идет мягко и особо не боишься пробоев. С другой же стороны, сама посадка была неудобная. Так неудобен был достаточно большой руль, хотя крутить его достаточно легко, но вот именно сидеть, управлять машиной неудобно. Также неудобны и педали. Особое нарекание, ну, именно эта модель у меня вызвала по сцеплению. Сцепления хватало только в самом конце, но, как говорит владелец машины, это именно особенность конкретно данной машины. У меня постоянно складывалось ощущение, что длина моих ног слишком большая для управления этой машиной. Ход сцепления был слишком велик. Также неприятно удивила подвывающая механика. Я уже отвык от того, что коробка может каким-то образом подвывать. Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что сама машина едет хорошо, но управлять ей неудобно. А вот что понравилось, так это штатное головное устройство. Оно сном сжено блютусом, и вы можете разговаривать по телефону, не отвлекаясь от дороги. Кроме того, на правом подрулевом переключателе есть дистанционное управление штатным головным устройством. Это также положительно сказывается, ведь не надо отвлекаться на магнитофон, когда вам нужно переключить радио или просто сделать погромче или потише. А вот управление на самом головном устройстве мне не понравилось. Особенно не понравилась центральная крутилка, слишком уж она резкая. Качество самого звука тоже вызывает нарекания. Явно не хватает мидбасов. Что странно, ведь высокие и низкие частоты и динамики, и головное устройство проигрывают достаточно неплохо. Куда делись мидбасы, непонятно. И это либо была проблема в динамиках либо в самом штатном головном устройстве. Но вот хозяин музыкой доволен и говорит, что это одна из самых лучших акустик, которая у него была штатна в машине. В принципе, на ходу машина достаточно нормальная. То есть, в принципе, я даже не могу сказать, что я ездил сейчас на кроссовере каком-то на джипике. Я сижу не сильно высоко, но выше, чем обычно. Но ощущение от езды полностью, как будто ты на обычном седании ездишь. либо на универсальной. на обычной легковой машине. То есть, ну, действительно, нет ничего такого особенного. Хорошо виден капот. То есть, даже если вы невысокого роста, то в принципе, габаритная машина будет очень хорошо чувствоваться. Плохие зеркала, маленькие они. Мне не нравятся. То есть, да, конечно, к ним безусловно можно привыкнуть, но нет, это, скажем так, не самое большое. На то же самое, извините меня, гарантии намного и не больше. Вот. Но что касается машины самой, то есть покупать, не покупать, допустим, да, ее, на вторичном рынке, те вот болячки, которые я перечислил, в общем-то, они самые часто встречающиеся. Если у вас предыдущий хозяин их устранил, то хорошо. Если не устранил, и вы их нашли, то тоже хорошо, вы можете скинуть цену. Машина хорошая, она очень надежная. Действительно, по ходовке тут будет минимальное количество проблем. Основные проблемы связаны больше с кузовом. Вот. Удобное, хорошо продумано. То есть, пускай пластик и дешевый, да, он не такой приятный на ощупь, не прорезиненный, но сами обводы, в принципе, внешне он смотрится неплохо. Но, безусловно, всегда есть, но, это новую машину, если брать такую, за 24 тысячи, я точно ее не взял. Да, эта комплектация конкретно это стоит 20 тысяч. Не знаю, 20 тысяч, это много для этой машины. Ну, такое мое, конечно, мнение. Да, безусловно, она новая, она хорошая, она там неубиваемая. В принципе, она себя хорошо показывает, но нет, это дорого, господа, это дорого. То есть, если, особенно, если это девушка, если она присматривает себе какой-нибудь такой тип, типа паркетник, да, ну, во-первых, внешний дизайн споринг. Может, кому-то он нравится, мне не нравится. Если уж, серьезно говорить, допустим, если, как бы, многие девушки, которые берут машину, вот, типа возьмусь от джипика, вот, дастер вроде дешевая машина, вот, придя в салон, вы узнаете то, что, в общем-то, минимальная комплектация с автоматом стоит уже 20 штук, а жук, по-моему, если не соврать, стоит около 25-26 тысяч долларов, то есть, я бы подкопился на жука, особенно, если это девушка. Если ты мужчина, и тебе нужна машина, такая именно рабочая лошадка, чтобы работать, чтобы ездить, и не знать горе, вот, в прямом смысле этого слова, туда сера ты хорошая машина. Ее можно, рекомендовать. Лично себе бы я никогда не взял, но мне он внешне не нравится, но с другой стороны, вот сижу в салоне, и в принципе нормально, внешне я ничего не вижу, и поэтому, в принципе, чувствую себя достаточно комфортно, достаточно удобно. Ну, не знаю, в общем-то, выбор делать вам, как во всех, если эта машина новая, Настатин рекомендует S-Drive, Настатин рекомендую посмотреть, ну, опять же, плюс этой машины, то, что она одна из самых дешевых на рынке, особенно, если новую брать. Много таких мелочей, которые могут, потом в дальнейшем, скажем так, боком выйти. Ну, вот в чем вы точно не разочаруетесь, это вот по-настоящему неубиваемая ходовка. Здесь у нас, в общем-то, простая ровная дорога, но, если бы дорога была плохая, вот тогда бы машина себя показала на 5 с плюсом, безусловно. Там ходовка непробиваемая, очень хорошо ходит. В общем-то, скажи, пожалуйста, ты в ней что-нибудь, вообще, в ходовке делал здесь? Я в ходовке не делал, более того, я вот буквально на прошлой неделе заехал к дилеру, и мне предложили сделать диагностику ходовой. Ну, я как бы думаю, ну, пока лето надо сделать, потому что, ну, зимой грязь, там, ну, сделать пока посту, вердит, все нормально, езди дальше. То есть машина проехала 60 тысяч, и все окей, ездила, даже стойки стабилизаторов не надо было менять. Это, это на самом деле, ну, именно по надежности, безусловно, это та машина, которая, которая все еще из 90-х. Здесь это, ну, просто колоссальный плюс. Как рабочая лошадка на 5 с плюсом она себя оправдает, и сзади просто колоссальных объемов багажник. Блин, если у вас ребенок, вам нужно сюда ставить детское кресло, найдите кого-нибудь, у кого есть эта машина, там, у дастероводов есть достаточно хороший клуб, очень много этих машин на нашем рынке, ну, в смысле, вот, людей, которые на них ездят. Обязательно попросить ее, чтобы он, вот, прям вот ее облазить, хорошенько так на тест-драйве, там, не дадут примерить ни коляску, ничего, вот, если ребенок есть, очень под большим вопросом эта машина, но если вы мужчина, и вам нужна рабочая лошадка, однозначно, да, однозначно, да, даже, в принципе, на спорный дизайн, внешний, какая, в принципе, кому какая разница, ну, да, у тебя отдаст, ну, что поделать, она себя однозначно окупит, эта машина, именно как новая машина, как, ну, единственное, что все-таки 1 из 6, блин, едет, не знаю, едет, надо ее в Алмате было бы, конечно, потестировать, там, на то же самое, чем Блак заехать, если есть Алматин с Дастером, напишите в комменты, обязательно заедем с вами на чем Блак с 1 из 6, объемом именно, с двух литрами, я уверен, что он себя хорошо покажет, потому что, несмотря на, на большой салон, действительно он внешне такой просторный, она не очень тяжелая, вот, ну, теперь поговорим о последнем, и самом неприятном, это краш-тесты, она зарекомендовала себя плохо, при лобовом ударе, давайте так, если авария не сильная, вам очень дорого будет ее починить, потому что, здесь, в общем-то, лонжероны все сварено, то есть, нигде никаких болтов нету, в этом отношении, допустим, та же Нива 4 на 4, намного больше, лучше ремонтопригодна, именно по кузовным, этими вещам, там можно, все, что по машине почти разобрать, потом ее пересобрать, заново, ну, даже если взять Шеви Ниву, она, конечно, в этом отношении будет лучше, по кузовным запчастям, по вот этим мелочам, при сильном ДТП, к сожалению, эта машина тоже, у себя показывает не очень хорошо, первое, что страдает, даже с подушками безопасности, это грудной отдел, это ноги, действительно, тут некуда, в общем-то, вперед, не дай бог, если какая-то авария, то коленки уже упрутся сюда, очень-очень быстро, в переднюю эту часть, но самая большая проблема, это бочина, то есть, при боковом ударе, страшно страдают, и парадокс тоже с задним ударом, вроде бы есть подголовники, да, но говорят, что очень сильно страдает шейный отдел, при ударе сзади, да, вот эти вот мелочи, конечно, я понимаю, что никто не берет машину, для того, чтобы на ней биться, но вот именно в плане безопасности, если для вас это имеет какое-то значение, дастер, это опять же не ваша машина, с другой стороны, придя в салон, вы изначально хотите сэкономить, давайте посмотреть правде в глаза, были бы у вас там те же самые, там 40 тысяч долларов, вы бы купили себе Прадика, и проблем бы не знали, да, ну допустим, того же Прадика, вот, да, вот это те мелочи, с которыми придется, ну не знаю, насколько можно жить, скажем так, зная то, что машина не сильно безопасная, тоже очень спорный такой вариант, для меня это, ну мне, скажем так, приятно было узнать, когда я узнал, что CRV оказывается очень безопасная машина, куда бы ее не ударили, то есть особых проблем у людей, у пассажиров не возникнет, с другой стороны, моя интегра, на которой я ездил, она по классификации по безопасности считается не сильно безопасной машиной, но тем не менее, при ДТП я был очень приятно удивлен, то, что в общем-то никаких проблем у нас не было, ну не знаю, если для вас краш-тесты, это решающий, как бы так, шаг при выборе машины, то Duster это не вам, не ваш вариант, если вам, в принципе, плевать, то хорошая машина, несмотря на все вот эти вот косяки, несмотря на то, что она дешевая, плохо покрашенная, несмотря на то, что кое-где есть недоработки, в целом машина хороша, надежная, хорошая, рабочая лошадка, которая, я думаю, прекрасно отъездит 7 лет, и еще, может быть, даже больше, не доставив серьезных проблем, и которая, в принципе, с учетом того, что машина очень популярная, что у нее хорошо развита дилерская сеть, и запчасти есть сейчас практически везде, то есть, практически в любом населенном пункте, сама платформа B0, на нее сейчас та же самая, как она называется, Lada Largus, она сделана тоже на платформе B0, соответственно, запчасти по мелочам, по ходовке, по всему, у вас они будут, ну, практически через пару лет, в любом населенном пункте, в России, в любом населенном пункте, здесь, в Казахстане, поэтому, ну, это, это хорошая рабочая лошадка, но не думайте, что это, то же самое Жук, но только в другом кузове, нет, Жук это совсем другая машина, я надеюсь, что в ближайшее время я сделаю по нему обзор, будет с чем сравнивать, ведь эта же машина была куплена не в салоне, ведь эту же машину взяли через год после ее владения у, как бы, того человека, который брал ее в салоне, который дождался ее, мы все рассуждали по поводу справедливости цены на эту машину, и вы тоже можете сделать так же, то есть, очень часто эти машины берут, ну, по каким-то причинам, там, через год, либо деньги у человека появились, либо наоборот, нужные деньги, да, человек эту машину продает, и можно ее взять в очень хорошем состоянии, через год, с рук, она уже будет проходить ТО, то есть, можно построить полностью ее сервисную историю, можно в принципе, ну, единственное, что надо смотреть, чтобы она не битая была, чтобы явных таких проблем у нее, конечно, не было, вот, есть сервисная книжка, есть, в общем-то, пробег, уже, скорее всего, будут устранены все детские проблемы, особенно, если вы ее возьмете после зимы, то вы сразу можете посмотреть на крышу, в общем-то, повезло вам или нет, что называется, и действительно сэкономить, то есть, эта вот машина, вот, в салоне реально 20 штук стоит, с рук ее можно взять сразу, ну, немножко дешевле, и вам не надо ждать ничего, вы сразу видите, что вы берете, всякие допы уже стоят, та же тонировка, там, мелочи, которые есть, то есть, предыдущий хозяин уже об этом позаботился, скорее всего, какие-то проблемы, которые в машине вылазили, вот эти детские проблемы, да, действительно, опять же, каждый год машина отрабатывает, очень быстро это идет, доработка, но они будут, скорее всего, уже устранены, и, да, почему бы нет, то есть, надо взять машину, там, ну, грубо говоря, вот первые три года машина сильно в цене теряет, потом она более-менее стабилизируется, конечно, Казахстан страна чудес у нас, иной раз машины после 10 лет цену не теряют, как это неудивительно, то есть, есть даже такой прикол, что лучшее вложение денег, это Камри, Тойота Камри 20-ка особенно, типа, за сколько купил, может быть, даже дороже еще и продаж, вот, но, их можно и нужно брать, там, когда там машина один год, два, особенно хорошо, если вы найдете там, ну, сейчас еще нет таких машин, потому что машина, в принципе, в 2002 году только на рынок вышла, если вы найдете машину, там, которая трехлетка, да, допустим, с небольшим пробегом, бывает такое, что человек купил машину, там, передвигался от точки А до точки Б, в общем-то, пробег маленький, машина в хорошем состоянии, да, конечно, она будет, скорее всего, стоить дороже, чем аналогичная машина, но за счет этой массовости можно и нужно брать ее на вторичном рынке, но очень внимательно смотреть, смотреть, не бита ли, нет ли вот этих детских проблем, все ли машины сделано корректно, здесь я, конечно, с тобой согласен. Так, вот сейчас вот хозяин машины мне сказал, что, оказывается, можно из этой комплектации сделать престиж, давай начнем с бортового компьютера, рассказывай. В данной комплектации бортового компьютера нет, идеологически, но на самом деле бортовой компьютер есть, и как проверить, есть ли он конкретно в вашей машине? При выключенном зажигании зажимаем вот эту кнопку, включаем зажигание и продолжаем держать до тех пор, пока здесь не появится вот эта цифра. Вот эта цифра 814202, последняя двойка означает, что бортовой компьютер в прошивке есть, в прошивке приборной панели. Если бы была бы единичка, то это версия без бортового компьютера. Так вот, выясняется, значит, что бортовой компьютер здесь есть, но как его активировать? Подробные инструкции имеются на клубных форумах, активируются очень просто, путем добавления необходимых проводов в колодку приборной панели, ну и вам необходимо будет приобрести кнопку для переключения режима бортового компьютера и все. Таким образом, легким движением руки, как говорится, обычная приборная панель превращается в панель с бортовым компьютером. Ну, единственная проблема, я так подозреваю, что если это сделать с новой машиной гарантийной, то с гарантией ее снимем при таком раскладе. Если найдут. Да, если найдут. Окей, хорошо. И второй прикол, это со стеклоподъемниками, то есть у тебя включи габариты, я включаю габариты, И циклоподъемниками молчат, да. Ну, на самом деле, на самом деле, там даже лампочки есть. Просто не подключены контакты. То есть специально, чтобы вас как бы налюбить на деньги, грубо говоря. Это как бы нашли энтузиасты, тоже вот на Drive2.ru, расковыряли, раскопались. То есть в итоге там просто нужно подключить клемму, которая там тоже есть. Ну, как бы и клемма есть, просто вам надо замкнуть два контакта дополнительным металлическим проводком. То есть просто замыкаешь контакт, и у тебя появляется подсвет. Да. Прикольно. То есть вот так вот, как можно, в принципе, сделать приятные для себя мелочи. Но если это у тебя единичка, и то все, бортового компьютера, считай, у тебя нету просто с завода, да, и как бы обойти эту ситуацию никак не можешь. Да, обойти никак нельзя. Кстати, вот в данном же режиме, нажимая эту кнопку, мы узнаем точное количество топлива в баке. Ага, да-да-да. То есть вот слева шкала как бы непонятно сколько, ну, можно примерно судить. А вот путем таких манипуляций можно посмотреть. То есть сейчас 16 литров в баке? 16 литров в баке. Но опять-таки это примерно такая с учетом погрешности там поплавка и прочего. Но все равно это точнее, чем непонятная шкала. Ну, на этом уже стемнело, затянулся немножко обзор, не знаю, что в итоге выйдет. Всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok